Всем привет! Мы сегодня, у нас сегодня сложный день, мы собираемся сегодня в поездку, но поедем мы только ночью, где-то в 3 часа ночи будем выезжать, ой, нет, просыпаться и в 4 будем выезжать. Вот, так что собираемся мы отдыхать на несколько дней в Анапу, вот, но у нас сегодня еще очень-очень много дел, нужно помимо того, что собрать все вещи, нужно еще будет, Даню пригласили на день рождения, он пойдет еще, сходит на пару часов на день рождения, вот, поэтому я с утра съездила, купила подарок, вот, купила кое-какие лекарства, потому что нужно собирать будет аптечку, мы много берем с собой лекарств, это всегда, это обязательно, сейчас расскажу почему и покажу, что я обычно с собой беру в поездку в аптечку. Так, обязательно берем с собой средства от комаров, там хотя, ну, обычно нет комаров, но на всякий случай средства от комаров это на тело брызгать, антимошка, комар, клещ, вот, в последнее время такое берем в пятерке, очень-очень нравится, у меня такая аллергическая реакция на укусы комаров, поэтому я без этого не могу, а здесь северская их очень-очень много, они такие злющие, у меня постоянно раздувается укус очень сильно, и потом еще несколько дней болит, поэтому без вот этого я точно не могу, никакой другой мне так не помогает, и даже бутылка, смотрите, сколько тут, 147 миллилитров, вот, в общем-то, ну, не помню, сколько стоит, но относительно экономично выходит, ну, намного меньше тюбики есть, баллончики, и они дороже, а этот нормальный, в пятерке продается, хороший, так, ну, обязательно крем от загара, да, водостойкий, берем обычно детский, раньше брали детям детский, потому что они маленькие были, сейчас уже можно и взрослый, но, и мы сами мазали всегда им, нормальный, тем более взяли 50 SPF, чем больше SPF, тем лучше, в принципе, никакой разницы, конкретно, там, определенный крем мне никогда не нравился, там, да, там нет любимчиков, но я смотрю всегда вот на вот эту цифру, количество SPF, и беру, чем больше, тем лучше, вот взяли такой, был, продавался в магнит косметик, и относительно тоже недорогой, вот, хороший крем, кстати, мы его брали уже, вот, только был не 50 SPF, а 45, ну, 45 бы я тоже взяла, если был бы 45, ну, 50-го, 50 не было бы, да, вот, ну, попался 50-й, пантенол, он, видите, уже такой желтоватый такой тюбик, он у нас с прошлого года, это если вдруг кто-то сгорит там, в общем, мы в прошлом году покупали, срок годности еще нормальный, хороший, поэтому возьму обязательно вдруг, что пригодится, так, взяла специально авиамарин, первый раз берем такие средства, у нас обычно Даню, Даню укачат в машине, ему плохо там что-то, но обычно там мы далеко не ездим, вот, и, ну, в общем, и раньше его не тошнило, не укачивало, как бы, вот только недавно это стало, в общем, взяли попробовать, потому что я представляю, ребенок 2-2,5 часа будет ехать, ему будет тяжело, если он даже, вот, например, в Северской, от центра до нашего дома, а это минут 6 езды, ему уже становится плохо, и, ну, чтобы ребенок не мучился, взяли попробовать, не знаю, относительно тоже недорогой, кстати говоря. Следующее, у нас обязательно, это как традиция, когда мы приезжаем на море, Кирилл ловит инфекцию, вот это обязательно, его тошнит, рвет и все остальное, взяла на всякий случай полисорб, также взяла лапирамид, все же для этого же, вот для желудка, Гастал рассасываешь такие таблетки, у меня еще бывает тоже там изжога, бывает, бывает желудок побаливает, тем более будем есть непривычную для нас пищу, я, например, точно много и такой вот, ну, скажем, не всегда полезный, поэтому это, в большей части, мне. И мизин тоже для Кирилла на всякий случай взяла. Следующее, это вообще на всякий случай, если это я подозреваю, что будет, да, там, укачивать и тошнить Кирилла, рвать там, ну, в общем, инфекция. Но это я взяла на всякий случай, не дай бог, тут вот фу, парацетамол и ацетил, ацетил, слициловая кислота, ацетилка, вот, взяла на всякий случай. Ну и обезболивающее сегодня, кстати, купила, мы все время Китанов покупаем, а это Китарол Экспресс. Китарол мы тоже брали, не очень-то он помогает, но меня заверили, в аптеке не было Китанова, и мне заверили, что Китарол Экспресс то же самое, и состав у них один и тот же, вот, поэтому, ну, взяла вот такую вот, тем более, почему он Экспресс, ее можно рассасывать, не обязательно запивать водой, а можно просто рассосать эту таблетку, и она поможет. Вот, в общем, взяла еще и это. Вот, что мы возьмем с собой в аптечку. Я здесь уже потихоньку собираю вещи, взяла с собой фен с расческой, это обязательно буду укладываться. Здесь у меня лежат купальники и плавки, это Данины вещи, кепка, панамка обязательно, это Кирилла вещи, еще не все там досушиваются на вешалке Кирилла. У Кирилла и кепка, и такая вот шляпа. Он в прошлом году на море купил, она ему очень нравится, но будет менять, будет модный пацан, сегодня в кепке, завтра в шляпе. Это мои вещи, тоже еще не все, потом еще доложу, это Максима вещи, тоже не все, сушатся шорты. Это теплые вещи, обязательно берем, ну, что-то, кофту, не кофту. Вот Кириллу я взяла теплую, бабушка ему дарила вот такую рубашку флисовую, а Даня взяла вот такую, ну, в общем, тоже теплую кофту, не рубашку. У Максима ветровка, у меня пиджак, вот, в общем, тоже вещи собираем. Сумок у нас дорожных нет, никуда обычно не отправляемся. А если отправляемся, мы едем на своей машине, мы вообще можем в пакеты позапихивать одежду и везти, поэтому, как бы, мы к этому не готовы, чтобы там брать какие-то чумоданы, у нас их нет, никогда не было. Вот, поэтому мы взяли мальчишкины, мальчишек портфели. А? Джогеры, молодежь. А, кстати, Джогеры. У нас тут Максим лежит, расслабляется. Я его согнала с того дивана. Ну, в общем, не то, что согнала, а потихоньку, просто вещи накладывала, и он понял, что ему негде здесь лежать, он шел в комнату. Так вот, и соберем вот в эти портфели, остальное уже рюкзаки, остальное уже по пакетам, вот. Кое-что, не знаю, я против того, что выводят продукты с собой, потому что я считаю, что там все есть, и обычная цена, ничего такого. Максим считает, что там дороже продукты. Этот вопрос у нас разрешится, вернее, спор разрешится только на море, когда мы увидим цены на море, вот. Вот, ну, я думаю, мы ничего брать с собой не будем, это однозначно. Поедем ночью тоже есть, не будем, приедем туда, там уже позавтракаем, вот, и нормально будет, вот. Единственное, что можно было бы кофейка взять, кофейку, вот это, возможно, мы возьмем, вот. Вот, ну, вот так вот собираемся, мальчишки там перемывают посуду, потому что нужно сейчас наводить порядок, чтобы все было в доме чисто, и когда мы приехали, я так люблю, чтобы было чисто убрано, чтобы не нужно было это убирать тогда, и вот, ну, в общем, чтобы зайти в чистый дом, было бы так приятно. Вот, так что сейчас мы, я собираю вещи, следом уборка, потом мы поедем в здание, я отвезу его на детский день рождения, вот. Вот, и уже потом мы пораньше сегодня ложим спать, потому что в три часа вставать, в три часа ночи вставать и ехать, выдвигаться. Мальчишкам-то все равно, они, в принципе, могут и в машине доспать. Мальчишки, в принципе, могут и доспать в машине, ну, а мы спать точно не будем в машине. Я, например, не могу спать в машине, ну, так могу придремать немножечко, но в основном я не могу спать в машине. А Максим, ну, он за рулем, когда мы едем в дальние поездки, Максим за рулем. Вот, поэтому будем собираться. Готовить я сегодня ничего не готовила и не планировала, потому что я опустошаю холодильник, чтобы через 5 дней не приехать, и тут не было какого-нибудь амбре. Вот, ничего не пропало. Поэтому сейчас там наготовленного уже ничего нет. Я купила шпикачки, макароны есть. В общем, будем так кушать. Сложила лекарство вот в такой вот сумочку. Здесь был набор двухсторонних маркеров в сумке. Вот, у Дани вытащили маркеры и сказала, сыну, потом мы приедем и обратно я тебе отдам ее. Вот эти большие не поместились туда, не захотела сумку растягивать. Ну, куда-нибудь отдельно, может, себе в рюкзачок положу. Так, хотела снимать на свою малышку на камеру, вот, но... Ну, там на море, но по ходу дела не получится, потому что, чтобы монтировать с нее видео, это мне нужен ноутбук или компьютер. Ноутбук у меня маломощный, я обычно видео монтирую в компьютере. Компьютер я не смогу с собой взять. Вот, а видео хочется выкладывать, ну, каждый день сразу по факту, а не через время, когда мы приедем. Вот, поэтому я ее, конечно, с собой возьму. Может быть, особо красивые какие-то моменты хочу поснимать ей. Вот, но буду в основном снимать на телефон и выкладывать сразу же, день в день. Ну, я так рассчитываю там, как получится. В общем, хотела рассказать, поедем мы ночью на море, где-то часа в 4, правильно, выезжать будем? В 3 мы проснемся, соберемся, в 4 выезжать будем. Приедем, ехать нам до моря где-то 2-2,5 часа. Ну, в лучшем случае 2, правильно? Ну, что, ну, что, ну, что, ну, что, ну, да, вот, и получается, что приедем мы примерно в 6 часов утра. Вот, тут возникает вопрос, что же мы будем делать в 6 часов утра в Анапе, когда заселение у нас в час, в час дня. Что-то, ну, что мы будем делать в море сходим на пляж, с ледом, который ходили. Вообще сейчас вот, ну, все знают, да, сейчас на море столько, ну, на побережье людей, и днем там такой муравейник. Я говорю, Максим, Максим, нам повезло с тобой, что мы вот приедем, мы искупаемся, никого не будет, надеюсь, что, ну, во всяком случае, такой толпы точно не будет. Мы искупаемся в море, оно еще будет не разболтанное, не разболтанное. Вот, искупаемся в море, покайфуем, потом пойдем позавтракаем, правильно? А потом туда-сюда, и уже время придет, и пойдем мы в дом, который мы сняли, заселяться. И за продуктами. А, и за продуктами, да, мы с Максимом решили, что мы будем завтракать, обедать дома, а ужинать уже, ну, где-нибудь посидеть, чтобы, ну, хоть как-то развлечься, да, развлечь себя. Вот, может, там, остальное такое, да, там, не запланировано, мороженки, там, не знаю, кукурузы, да, какое-то такое. Вот, в общем, мы приедем за продуктами, и когда мы уже заселимся, тогда мы уже будем готовить, потратим, ну, как раз в обед на море, ты не пойдешь, жара. Нам на два дня, кстати, надо будет какие-то тормозки придумать. На то время, когда мы поедем в поле, ну, в эти сухой, ну, и на пшаду, да. Там ты ничего не поешь ему, ни там, ни там. Соко поешь. А где там? Там есть все. А, кафешки идите, типа-то? Там все есть. Ну, чуть не горю в желании в этих кафешках. Вот, ну, в общем, возьмем, да, что-нибудь надо будет взять. Ну, придумаем, что мы в магазине ничего-нибудь возьмем. Чтоб потом мне ласточка. Да и тоже мы не на целый день, допустим, соко. Мы позавтракали, поехали. Ты не забывай, это природа. На природе всегда хочется есть. А, ну, конечно, да. Там хоть тонус ешь, все равно через полчаса опять есть хочется. Ну, да. Вспомни, даже на этот едешь, на речку. Ну, да. Я согласна. Поел так плотненько, все хорошо, осталось только поспать. Ну, тут же едешь на речку, приезжаешь, два раза плюхнулся в воду, вылазишь. Приезжай, хочу кому-то будет делать. Дайте что съесть. Хочешь, там палки облизываешь. Да. Вот такие у нас планы. Ну, а остальное, мы, в общем, на второй день хотим, как мы на море будем съездить в Суко, на Кипарисовое озеро. Но, я сейчас только вспомнила, что тогда дождь обещали в этот день. Точно, да. Не можешь, обещали дождь. Ну, буду надеяться, что он будет после обеда, допустим. Нет, мы не будем надеяться. Мы точно посмотрим прогноз, уже когда там будем, и тогда решим. А, в какой половине дня ты решим? Мы лучше перенесем в поездку на другой день. Ну, да, до сих пор у 70 процентов дождя. А, ну, это, подробный, подробный этот самый прогноз включи, не включается. А, здесь не включается. Это, на Кисмите, надо заходить. Ну, в общем, посмотрим, что там будет, как будет. Ну, да, ладно. Так, Даня уже поехал на день рождения, я его отвезла. Мы пообедали втроем, Кирилл и Максим, и я. Он здесь все 5 раза будет. Ага, и сейчас Максим валяется, а я собираю вещи. Сейчас я с утра валяюсь в хоматозе. А я собираю вещи потихоньку, размеренно, чтобы ничего не забыть. Мещу детей стричь. Максима не буду стричь. Почему? Да ну, блин, я вас не успею всех постричь. Ну, это, бензин и спичка. Вау, это будет красивая стрижка, слушай. Стрижка, спичка. Оттрахнуй, и все нормально. А, ну, все не сгорит, оно ж не горит. Не, ну, без бензина можно просто так пшик. Верхушки раз сгорели, а трусился еще раз пшик. Раз сгорело, а трусился. Ну, мой способ стрижки. Ну, а волосы так все не сгорят. Короткие не горят. Не горят короткие. Проверяли? Проверяли. Так, у нас уже вечер, шторы уже задернули. Вот так вот все у нас выглядит. Мы уже все вещи пособирали. Нет, еще сохнут. Там несколько вещей Максима. В том, что то, в чем он ходил сегодня, в общем, сохнут там вещи. Сейчас будем все складывать, уже собирать. Получается, вот Данькины вещи, Кирюхина. Там Кирюхина тоже еще сохнут в футболке и шорты. Мои, Максима. И теплые вещи наши с Максимом. У детей туда все входит, уже теплые вещи. Полотенца. Рыльно-мыльные все эти причиндалы. В общем, все-все-все. Даня свой чемодан, два чемодана собрал. Это я сразу средство для посуды. Вроде как должно быть там, но на всякий случай взяли немножечко там. Так, ну и вот это. И еще Максим сказал, будем брать с собой духовку. Неизвестно, будет там или нет. Это наша вот такая портативная небольшая духовочка. Пригодится в любом случае. Возьмем кастрюлю свою, чашку такую вот под салат и сковородку. Максим говорит, возьмем место весь в машине. Пусть лучше она в машине простоит, чем потом приедем, а там этого не будет. Хотя я знаю, что там есть. У нас всякий случай. Мальчишки уже собираются спать. Я не пойму, а что свет горит? Я вас спать отправила. Здесь спокойной ночи. Понаводила порядки. К нам приезжали друзья. Привозили пиццу. Там пару кусочков осталось. Ну вот, проснемся. Мальчишки по кусочку съедят пиццы. И выбросим коробочку. Основное вот. Все посуду перемыла. Все помыла, чтобы завтра приехать. Ой, спустя 5 дней после отдыха, отпуска приехать. Все было чистенько. Помыла печку. Все аккуратненько. Вот. Здесь как бы все помыто. Вот эти кружки тоже только что кофе пили. Сейчас я помою. В общем, порядок навела здесь в принципе. И осталось, конечно, мне все это расфасовать. Сейчас это все. Господи, такое ощущение, что мы переезжаем. Вот реально такое ощущение, что мы переезжаем. Столько вещей повезем. Но Максим успокаивает, что ничего страшного. В машине куча места. Ничего страшного, если что-то не пригодится. Будет хуже, если чего-то не окажется вдруг. Вот. Поэтому решили, что все там останется. Так. Сейчас я выйду на улицу. Там Максим. Что ты там делаешь, Максим? Ну, в общем, подготавливает поездки машину. Вот. Налет образовался. Камень. Где? На лобовом. А, лобовой моешь? Да. А ну, со временем. Но я этим антиналет мою. Угу. Антинакет или как. Угу. Не поняла. Вот. Ну, в общем, готовит машину. Да. Масло там проверишь. Да. Сейчас колеса. В общем, вот так вот проверяет машину. Вот. Мы здесь сидели, чай пили. Стол выносили. Сейчас стол нужно будет обратно в летнюю кухню занести. И стул домой, кстати, нужно будет занести. Все. Животных наших будут соседи кормить. Мы уже договорились. Купили целый пакет им сухой еды. Потому что, ну, никто не будет заморачиваться им там варить что-то. Поэтому ничего. Пять дней посидят на сухом корме. Мы купили. Их будут кормить. В общем, животные не пропадут у нас. Слава богу. Сажала рассаду огурцов. Вторично. Ну, потому что те наши огурцы уже все отошли. Вот. И тоже, думаю, они только-только взошли. Думаю, ну, погибнут пока меня не будет. Поэтому тоже пристроила к друзьям к нашим. Вкусное яблочко, Арчи? Ммм. Вот. Пристроили. Они будут там поливать их и смотреть за ними. За рассадой. Вот. Так что приеду, будет готовая рассада. Можно будет сажать. Так. Поэтому пошла я дальше собирать вещи. Так. Ну что. Наш день уже подходит к концу. Потому что время-то уже 12 часов. И нам осталось спать 3 часа. Вот. Максим что-то вроде лег спать. И сейчас он мне говорит, сделай мне чайку. В общем, походу дела спать не будем. Да, Максим? Часок поспим. Вот. Чем мы занимались? Немало-мало. Потому что сегодня вот как сумасшедшие бегали. Вот. Я всегда знала, что нельзя напоследок истрать. Но с другой стороны, вот напоследок какой-то моторчик начинает работать. И ты все быстро-быстро-быстро-быстро все делаешь. И вроде все успеваешь. Все вещи собрали. Практически все. Остались только вещи, которые еще не досохли на веревке. Не знаю, досохнут, не досохнут. Ну, досохнут. Возьмем влажные. Там досушим. Там досушим. Вот. Все собрали. Максим машину помыл. Вещи положил. Не знаю, у тебя не будет. Вообще пошел мыть стекло. Ну да, лобовое стекло, чтобы... Ну, поедем там, выезжать будем, когда еще будет темно. Поэтому лобовое стекло нужно было хорошо помыть. Вот. В итоге, короче говоря, все вещи собрали практически. Машину загрузили. Там полный практически багажник. Нет, ну нет, не полный. Там вместо домов. А вот он еще. Можно еще запихнуть. Но вещей столько, ребята. Я когда собрала все... Вернее, еще по сумкам не собрала. Вот так на диване разложила все это дело. Я вам, по-моему, показывала. Я смотрю, думаю, боже, мы как будто мы переезжать собираемся. Как будто мы не на 5 дней едем. А вообще, не знаю, на месяц едем. Да, Максим? Столько вещей. Помимо вещей мы еще собрали, взяли с собой духовку нашу на всякий случай. Вот. Мы взяли кастрюлю. Хотя я знаю, что там все есть. Но Максим говорит, на всякий случай давай возьмем. В общем, взяли кастрюлю, сковородку, салатник взяли. Все необходимое. Еще осталось взять, но это будет... Ну, мы возьмем перед отъездом, потому что еще будем кофе пить. Возьмем чайник обязательно, свой электрический. Там есть чайник, но тот, который на газу греет. Мы хотим электрический... Я хочу электрический чайник, чтобы недолго ждать. Я уже не привыкла ждать так долго. Электрический чайник. Осталось еще кофемолку, Максим, да, взять? Кофе я положила. Да, я положила кофе в духовке. Вот. И все, в принципе. И вещи собрать, которые висят на веревке. Вот. Так что все собрали. Осталось 3 часа на отдых. Мальчишки уже давно спят. Вот. Так что они выспят. Да, они если сядут, там тоже поспят еще в дороге, в пути. Вот. Так что будем мы собираться спать, укладываться. Вот такой у нас болтологический влог получился. Особо много не снимала. Больше болтала. Вот. Мы сначала, потому что... Отвезла Даню, я вам говорила, да, на день рождения. Потом не показывала, я его привезла с дня рождения. У него куча эмоций. Там были аниматоры. В общем, пицца, там что-то наггетс. Ну, в общем, все такое, что любят дети. Он в восторге, просто в бешеном восторге. Приехал. Вот. Тут он приехал, я начинаю мальчишкам говорить. Так, собираемся вещи, которые вам пригодятся. Хотя одежду я все собрала. Но там гаджеты, зарядки. Даня там игрушек кучу понабрал еще ко всему прочему. Потому что у него есть игрушка, с которой он спит. Он без нее спать не может. Там еще. Ну, в общем, набрал даже того, что не нужно было брать. Ну, в общем, ладно, разрешила. Вот. Они собрали все свои вещи. А, я еще успела даже Кирилла постричь. Потому что Кирилл уже прям, ну, прям одуванчиком был. Он, конечно, не показывается на камеру. Ну, он реально одуванчик просто его постригла. Хотя, по идее, нужно было и Максима постричь, и Даню постричь. Да, Максим? Но хотя бы Кирилла постричь, потому что он обрастает с дикой скоростью. Вот. Все, они спать легли. И мы тут с Максимом стали окончательно уже все собирать, машину грузить. А потом сели еще, после того, как загрузили, и начали обсуждать. Так, давай вспоминать еще раз, что мы взяли и что нужно было взять. Максим говорил, что нужно взять. Я говорила, взяла я это или не взяла. Пару вещей забыли. Вот. Но тут же положили. Вот. Вроде все собрали. Все необходимое. Фух. Все. Тогда мы уже сейчас наливаем Максиму чай, попей чайку. А я ему налил чай, буду уже ложиться спать. Хотя бы хоть чуть-чуть поспать надо. Вот. Иначе потом нам некогда будет спать. В дороге я не сплю. Максим, естественно, он за рулем. Приедем мы туда до часу. Только в час заселения. Поэтому. А днем готовить собирались. Не знаю. Может быть днем удастся. Может там чуть-чуть подремать. Потому что надо будет. Вот. Так что все, ребята. Завтра увидимся. Вернее, начиная с трех часов ночи. Я буду снимать. Увидимся. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok